А остальное это... Так, братья, подойдите, по уголу 2 справитесь. Спасибо, Господи. У нас и нас дальний путь, Отец. Да, во имя Отца, Сына, Святого Духа. Спасибо, Христос. Во имя Отца, Сына, Святого Духа. Значит, цель нашей поездки. Мы едем по областям, в наш районный центр, завозим книги, 38 книг свои. Сейчас учусь из областной. Там книги уже находятся. А что за книги? Мои книги, которые у меня вышли 38 книг. Да, да, да. Все. Ну, я, когда книги раскладываю, я краткую аннотацию даю. Вот, Новый Завет. Новый Завет, который во втором издании, и до слова Божьего нету, споснул подарок патриарху Кириллу, Путину, Медведеву, и даже видели по телевизору в их библиотеке. Но они того стоят. Очень шикарно изданы, как подарочные. Ну, все книги очень необычные. Вот, даже Новый Завет взят, с толкованием Божьего и Филаха, его всегда издавали. Но вместе с откровением ни разу, ни Запада, ни Восточная Церковь. Сейчас с толкованием, которое писал отец Геннадий Пас, собрал вместе все. А оно вышло в трехтомнике. Вы это видели? Так, у отца Геннадия в трехтомнике я не видел. И Гвестава Даре раскрасили впервые в электронной версии. Ну, книги отца Геннадия-то у нас есть по отдельности. По отдельности. Так, а симфонии на жития у вас есть? Ну, еще та. Старая, напечатанная на машинке есть. Это то, которое я издал уже в полной версии книги. Нет, такой нет. А вот та есть. Это все, а симфония на неканонические. Это лучшая симфония. И на неканонические тоже есть. Ну, все то. Ну, я издал симфонии, я могу смело сказать, это лучшая симфония в мире на сегодняшний день. С учетом всех, которые они ошибки допустили. Они же они непрофессионально работали. Они не знают как. А это по канонической, вернигородской. Таким же шрифтом, да это лучшие, как я ее считаю. Но они в канонические теперь издали. Нет. Ну, Молодцы. Молодцы. Машина здесь, молодцы, мы сразу. Сделаем так. Андрюша, ты пока продолжай работать. Из подарочных можно было бы взять все шесть, какие есть. Снова заветуют. Так как вы далеко собираетесь заехать? Значит, мы во все, вот сейчас по карте смотрим, во все районы области, где есть возможность. Алтайский край, мы все до одного района посетили. В каждой библиотеке есть книги. Мы нащупали способ работы. Мы оставляем и много приглашений. Они их раздают. Приглашения книгам в библиотеке. А в книгах каждой примерно три тысячи ссылок на священное писание. Что за приглашение? Андрей, приглашение в библиотеку. А, приглашение в библиотеку. Мы оставляем у нас отпечатанное приглашение, а на ней номер нашего телефона и сайт. Вот такого содержания. А ну даем вам ближе дальше. Это вот этот. Вот сегодняшнего дня в областной у вас все книги. Можно даже проверить иногда, но мы хотели в городскую, потому что у них затруднения, там много книг, пока проверят, все выставят. А вот в городскую нам надо еще проникнуть. Но сказала она, мы на улице были, я там беседовал с ней, приняли хорошо, очень-то. Дальше в Алтайском крае, так, мы 50, они на район, их там даже больше, прошли. Дальше прошли до Байкала. До Байкала. Даже как? Так, верно, потом загрузились, прошли до Москвы, через Челябинск и возвратились через Тулу, Москва и Северным путем. Это у нас. Это сейчас оттуда? Сейчас из дома. Мы вчера только загрузили. Только загрузили. Мы загружаем 20 партий. Это по 38 книг. Ну, это газель, вот она стоит. Полный пакет и 31 килограмм. Ну, на 20 умножь уже 620. Ну, а кроме того, мы батюшкам, если вот ты желаешь, то у нас есть Новая Завета с Псалтырию подарим в ящик. Нет. И отдельно Евангелие от Иоанна выпустили сейчас с римлянами. Ну, маленькие такие. Нет, ну, я... Если подарите, я в зоне их распространяю. Так, где разгрузить, пока прихожусь. Ну, вот там машина есть у меня. Все? Сейчас прям выйдем. Сразу не будет. Вот так. Так что, понятно. Ну, вот. Возьми себе. Молодцы, чем вы занимаетесь. Да, вижу. Так. Кроме того, вы знаете вот этот сайт мой. На нем 50 книг насчитывает полностью Златоуз в аудио. Все оцифровано. Жития, добротолюбие. Ну, все. 50 книг. А если на сайт зайдете, вверху сразу написано православный форум Игнатия Лапкина. Если не уткнете, мгновенно уже на форуме. 1300 тем. Самых разнообразных. Там выступление Патриарха и этого Кураева. Кураев приезжал ко мне на дом за книгами. Андрей Кураев. В Барнауле он был и в Барнауле. Потом остатки какие выходили книги. Я на этом остановился, но кроме того, в интернете еще три книги я написал, которые не изданы. Просто в интернетной версии, но они полностью готовы были. Это вопросы и ответы, какие у меня в разных учреждениях. Я же три радиопрограммы бил регулярно в прошедшие годы. И выступал в Америке. Здесь много вопросов. 4124 вопроса. Я их разбил на 55 тем папам. И теперь открываешь одни вопросы и идут в любой областной теперь в обыскать и с ответом. Это очень сильно помогает разобраться в том, что есть. Ну и главное, я считаю так, да и те, кто знакомы с книгами качества книги, никого не убождают. Они без приглядов в глаза. Книги полностью основаны на Священном Писании, на канонах Церкви, на житиях святых, на творениях святых отцов. И поэтому собрались, когда даже было несколько епископов, уже не раз пытались это судить. А наш епископ говорит, вам никогда не судите Игнатизма. Никогда. Потому что он сугубо православный и книги абсолютно на канонах Церкви, на житиях святых. Имеется в виду ваш епископ, это... и местный алтайский Максим. Максим собирались, и наш епископ был. И священство там. И сейчас в Тульской области точно так же собрались, там Батя Сиан, и его вызвали, он книги там распространял, и его вызвали. Там в одной книге он, то есть я, неодобрительно отзывается об архиереях. Ужас какой. Да какая же это вина, неодобрительно. Вы не знаете, иконы не видели, на первом месте в ад тащит кого? Сатана. Вы не слышали Златоуста, которым больше сейчас священство погибает. Серафима не читали, он говорит, как будто ни одного спасенного нет. И Бог сказал, не пощажу, не помилую. Я указываю, настольная книга священную житель, 3 том, 601 страница. И они его вызвали, он говорит, какого архиерея-то? А священники сидят там, которые сенсоры, они еще не могут показать. Он говорит, ну как же так вы считаете? Даже фамилию мою называют, Лапотник какой-то там. Ну хоть назовите фамилию, это автором правильно. Невежество. Дикое просто невежество. А сейчас архиерея этот приехал к отцу Иоанну там, которого судьи собрались, и служили они вот сейчас Смоленской иконой Божьей Матери, и как будто ничего нигде не было. То есть у них ничего нет. Как они могут опровергать то, что написано в священном тисании? Если он сказал, что из вас восстанут лютые волки. Безбожьи и коммунисты это только волки. А священники лютые волки. Ну 20 глава Диалия Апостолта. Вы конкретно скажите. Я говорю о том, что сегодня трагическое положение. Вот патриарх Кирилл вернулся, с востока проехал, и говорит, положение церкви тире духовное разваление. И все это пропечатали газеты. В кавычках. Предложение. Так я добавил, патриарху показали не худшее. Если бы он был там, патриарху... А где он проехал, имеется в виду? По востоку, по дальнему, патриарх вернулся. И он сказал... Он проехал там тех местах. Патриарх Кирилл прошел. Разруха, он так сказал, да? Он сказал, тире духовное разваление. Эту газету все пропечатали. Я говорю, ему показали не худшее. Где мы едем, там пепелище. Там останки Освенцима. Ничего нет. Храмы пустые. А кто люди приходит, вот такой есть священник, он игумен Петр Мещерин. Слышали? Данила монастырь. И он о некоторых наших ошибках. Книжечка такая называется. Я ответил ему, написал письмо. Не о некоторых, а о тех, о которых не постеснялись сказать. Он говорит, сегодня у нас белый магизм. Просто поп шаманит. Это говорит игумен. И книга, брошюра вышла по благословению патриарха Алексея Второго. Он говорит, со знанием дела. И он говорит, как приходят люди в храмы дальше. Главное, ребенка опрокинули, рот ему зафиксировали, положили в рот, все. Где вы это нашли? Яблочные, спасые, ореховые, когда Голгофа кровотошит вся. Вы устроили лубочное христианство. Он ко всем обращается. Лубочное христианство. Это понятно, что такое лубок. Христианство, Златоуст говорит, это не шутка. Для многих это пустой звук, вводящий в заблуждение. Вы слишком высоко берете. Ничего высокого нет. Заповедь Христа для всех, будьте святы, как я свят. Недостижимый идеал побуждает к делам, которые недостижимы миром. И вот где мы бываем, ну я практически в каждой библиотеке выступаю, они работников собирают. И я вижу перемены в людях мгновенные. Спрашивают, как принимают? Я говорю, принимают по-разному, провожают одинаково. Как будто мы родные все. Прямо совершенно не хотят слушать. Проходят минут 20, выходят, провожают, благословляют, крестят. Но это еще дают льготу, что православные. Нас уголовную розыстрепят дорогой. Милиция узнает, вы православные, православные. И я говорю, нам дают фору вперед за то, что православные. Какое же имеет право преследовать другие религии, скажем так, веры, государство, которое не теократическое. Мы для президента все должны быть, как дети одинаковые, яговистые, все, если они зарегистрированы. Они зарегистрированы. Как это так? Из-за того, что нам дают православные льготы, я говорю, мы будем долго кровью харкать. На нас все ополчаются сегодня. Вот сейчас в храме наставали эти там сообщества. Нам не надо льготы от властей. Крест – это естественное состояние. Возьми крест свой. Я попадаю под эти льготы, меня отпускают, как в этом фотографируются там. Ого, это православные вышли. Наконец-то! Ко мне приезжает полковник, говорит, теперь мы объединились с зарубежной церковью с вами, теперь не растопыренной ладони, а кулаком будем бить католиков. Зачем нам Бог дал пальцы для того, чтобы бить католиков? То есть они все православные. Вот великодержавники говорят, мы за православие, но против христианства. В программу входит. Я перебью. Игнатий, Денис советует, и вот многие советуют, нам лучше все-таки устранить причину. И сегодня тогда может даже придется никуда не двигаться. Да может не двигаться. Какой? Ну все, мы едем на СТО на какой-нибудь, хотя бы диагностику. Если сможем, сами исправим. А Денис сказал, это может подшипник быть в этой. Ну короче, что-то мы сами не сможем. Может, гайки подкрутить всего лишь надо. Да-да-да. Надо посмотреть в городе. Посмотреть надо. А не в лицу. Теперь послушай. У нас машина эта не прошла, что по лимиту положено и бесплатный ремонт. И сказали, в любом городе, где есть сервис, ремонтируют бесплатно. Ну вот, мы приехали первый раз. Последний день, в день, двое сидели за рулем, прошли 1615 километров за день. Это что-то? Вот на этой машине. С Тобольска мы приехали в Барнавул. Затеяли в сервис, сервис, ну я не шофер, ты, один дальнобойщик, трое. Загнали в сервис. Но у нее маленько, там масло не капало, а видно, что появлялось. Никого нету. Я хотел усилить рессоры. Они там сняли их, там 9 тысяч. Пошли, за что 9 тысяч? Когда разобрали, все, это все бесплатно. Ну, за полоску за эту. Ой, мы не по той главе. Я говорю, идите сейчас же узнавать. Это обман, они жулили. это то, что обманут, но они обманут. Ничего. Они посмотрели, мы ошиблись, не по той графе. Полтары тысячи. Но полторы и девять разница же большая все-таки. Я говорю, за полторы согласны. Они говорят, а за полторы мы делать не будем. Бросили и все. Да какой же это сервис? Это группа жуликов собрались там. Теперь, отремонтировали, поставили, мы поехали, утром все фонтанируют. Еще, то есть, так сделали, что лучше. вернулись назад, 100 километров назад. Снова опять. И снова они сделали такое, что мы до Кузидеева доехали, машина на город встала. Та, которая перед сервисом 1615 дней прошла, ни звука никакого не было. Это они все сделали. И что там сделалось? Там замкнуло, там попала стружка, там пробило, стали. Да там нашли мастера, и мастер сам выправил. Все, когда разобрал, вот что он разобрал? Генератор. Понятно? Только можно сервис. Теперь я с Севастьяном посоветовался, у нас адвокат, он говорит, да, такое есть. Теперь я еще стал советоваться, и вдруг нас они зафиксировали, и звонят. Вас обслуживал сервис, как вы? Я говорю, сброс жуликов. Да вы что? Ну я говорю, не начальник с ними, а познакомился, там книги подарил. Хорошие отношения. А они такие вот, красные рожи, даже не лица. И сидят, мы сидим 3 часа, и они 3 часа сидят, отдай деньги. Им надо похмелиться. Да какой же это, я говорю, у нас сервис-то? Если бы в Америке сделали бы сейчас известным, к вам ни одна нога бы больше не ступила туда. Вы мать на свои не садите. Ну давайте, то есть, если бы был мастер какой-то, заплатить частный, чтобы не своровали, не утащили. Я согласен? Не, ну смотри, присмотрим. Или это может случиться где-нибудь в Болоте. Я это не нашел случиться, потому что вы сейчас поедете. То есть, хотя бы узнаем. Узнаете. Тогда, Егор, я прошу тебя, пожалуйста, не брось, доведи до конца значит ты разговор. То есть, я понял, что вы с официальным сервисом готовы, знакомы. Я боюсь, знакомы. И поэтому мы туда даже и не поедем. Я боюсь их как огня. Вот правильно. Представляю, 1615 километров пройти, если надо открывать, с тобой. И ни одного замечания не было. Следующий день после сервиса, все, еще отвернулись назад, я говорю, масло-то долейте. А оно ровно, как ровно, когда ночь текло, дети, когда добился, ну там у нас всего нету масла. Вот это место, ты ровно, это разница. Тогда пошли, а потом заберешься. Бывает, знаешь, ну какого же ты червишься? Не из твов. А то просто разбойники. Ну они все записали. Сами на меня вышли, то ли специально, то ли так уж там и будет. Я им все рассказал из дороги. Мы вас боимся как огня. А этому шоферу, там сколько заплатили, она все еще, машина нормальная идет. А его, в той деревне, были ребятишки в лагере. Я сказал, за детей, которые деньги отдайте ему. Он мастер. Он знал, что найти. Представь себе, разобрать и найти там стружку, которая пробила, соединила, замкнула. Аккумулятор. Четыре часа заряжали, на три минуты. Какой же это аккумулятор-то? Он не под зарядку, не идет. Ну все, сейчас он узнает тогда. Мы едем. Хорошая, ну как? Так, мы сейчас перевозим ему то, что я хочу дать. Так, бачка, вопрос. Ты не мог бы связи с какими-то священниками у меня здесь, которые близки тебе, чтобы я мог сделать им подарки? С одной целью. Так, ну, поведиться, пару слов сказать. Да, ну у нас есть отец Николай Абрамов, с ним можно увидеться. Правда, я не знаю, где он сейчас. Их нельзя сюда пригласить сейчас? Ну, может быть, и можно. Я-то застрял, я не поеду в сервис, там куда они поедут, сейчас ремонтировать. Она у нас уже второй день, машина отключила. А больше кого я даже и не знаю. Так, пошли тогда. Сейчас. Сейчас. Где моя сумка? Сережа, пойдем вытащи же, мы переложим. Это я положу. Пошли. Они думают, мы как-то скроем по такими основам, и на самом деле будем давать что-то христианское, там ничего нет. Культура православной. Такого слова считания даже и святые отцы не знали. Не говорю уже о Библии. Это обман. Должно быть прямо названо свидетельство Евангелия, вера евангельская, Христово православное. Все, вот это может быть. Закон Божий может быть названием. А это нет. Я посчитал, сколько там вот этих разных эхивоков, намеков. Это людям ничего не дает. Они со Христом не встречаются. Бога эти люди не знают. На пятерку будут отвечать учителя совершенно атеисты, преподают. Это наоборот. Просто принижает. Слово Божие – это меч обаеда острый. Слово Божие – меч обаеда острый. И встраивать из него это балаганные какие-то зрелища. Почему Кураев это написал? Ответ только один. Нерожденный свыше человек по-другому не может. Ответ один. Я ему уже давно ответил. Рожденный свыше человек на такие лукавства никогда не пойдет. Слово Божие живо и действенно. Слово Божие. И оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления, намерения, сердечные. Основа это ничего не судит. Какие это основы? Когда разрушено основание. А что в основание входит? А Павел говорит в 15.1 в первом послании Коринфянам Я положил основание. Основы. Какое? В Иисуса Христа веру, воскресение из мертвых, Христос воскрес по Писанию. Вот основы где. А здесь нет. Ознакомить, как это было, как что есть, с историей вместе. А в школах хотят одновременно преподавать и буддизм, и мусульманство. То есть такой линии игре слушать нечего. И притом к Богу никого это не приводит. А наоборот у них отращение, как перед революцией было. Все заканчивали, и учили из Бурса такие атеисты, как Покаян Сталин. К этому времени он на Игнатия ответил, в общем-то. Но я не могу сказать, что Караев нерожденный. Он понимает сам, что... Вы услышали? Да. У меня в книгах написано. Скажите, а Гриф Караев, кто обратился к Богу? Обращение в какое было? Не знаю. А я знаю. Он же идиот... Я знаю из его книг. Он пришел с экскурсии, как комсомолист Сергия Радонежская, там, Лавра. Вот она называлась, она Загорская лавра. Вот. И он, когда выходил из храма, обернулся, и вдруг увидел семинариста, его глаза поразили его, и он дальше начал. Глаза посмотрели, да где-то это видел. Перерождение в человеке бывает только от встречи со Христом в Духе Святом. Другого не бывает. Все остальное, фальш, обман, самообман. И человек может прожить всю жизнь и даже не понимать, что Духа Христова не имеет. Дух Христов дышит, где свобода. У него столько лукавства, умный человек, у него столько хорошего, но столько лукавства. Вот есть слова, где говорит. Я еду, когда меня спрашивают, а вы как относитесь к Андрею Кураеву? К какому человеку, бывшему референту, патриарху? Замечательно. Но когда он отвечает, я на каждом слове его ловлю. Почти. Вот это Гарри Поттер выступает. Нужно это объяснять кому-то. До этого поехал по России матрицу объяснять. Ну где-то апостол Павел Езбол и объяснял, что такое Венера, что такое радостский какой-то колос. Нам нужно знать Христа, больше нам ничего не надо. Если все знаешь, Христа не знаешь, не было встречи, ты в аду будешь. Люди говорят, а кто знает, как Бог будет судить? Я знаю. Ты не знаешь, ко мне обратись. Я знаю, как суд будет Божий проходить. О, много на себя берете, мне говорят, много, не много. 12.48 Евангелия Теана. Я вас не сужу, говорит Христос. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Абсолютно точно. По Слову Божию Бог будет судить. А там никаких основ, культуры нет. Это обман. Там будет Слово Божие, Святое Евангелие. И по Нему Бог будет судить Вселенную. И перед Ним преклонятся все колена. Если там был Дух Святой, это свое притяжение будет. Если Духа Святого не было, чужое. Главное определитель всего будет снижал, ли ты Духа Святого. Вот почему слова Серафима Старовска я возвожу просто в эпиграф ко всему, что в России было сказано. где Дух Господний там свобода. Если все время в приглядку глядеть, а это нравится, а это не нравится, Дух Божий покидает человека. Я показал вам. Бог не может так. Тут это мое я, тут я боюсь епископа, ладно, я обойду. Дух Божий не имеет отношения только с полным смирением, всем умом, всем сердцем. Иначе путь закрыт. Свидетельства нет. Слова мертвые, они не приправлены солью. Почему сегодня нет пророческого гласа? Да причина очень простая. Господь говорит, возлюбили сей век. Славу друг от друга принимайте. Он говорит, как вы можете веровать? Запятая. Да как, мы же верим. Он говорит, как вы можете веровать? А ответ дальше. Когда принимаете славу друг от друга, от единого Бога не ищите. Батюшке нравится, когда подходят, батюшка благословит, и прочее. Ну, понравится. Им нравится, когда батюшка Бога благословит, и расстались. Какой батюшка головку поцеловал и прочее. Но от единого Бога, славу, когда считаю, вовсе рассеялись. Пастыря нет. Ты начни по слову Божию говорить, ты будешь трясись от страха. Я все считаю по футе Боровского. И к нему шел князь Петр на исповедь. Князь на всей земле стоял монастырь, и он говорит, колени подгибались от страха. Это какая же была такая исповедь? Что колени от страха подгибались у князя. Ну и строк же был, говорит, ну и справедлив. А сегодня он просто перечислил. Да я потому такая, а то он виноват. Они приходят на исповедь еще и с обвинением кого-то. Исповедовать все. Это не просто грехи перечислить. Это внутреннее сокрушение привело тебя к тому, что ты возненавидел. А если этого нет, подожди немножко. Пусть это переродится в иное. Сердце сокрушенное и смиренное. Ты не презрешь Божий. Мы в 50-м Салум считаем. Сегодня этого нет. Нет практически везде. Вот представьте, выступает патриарх Алексеев II на Эперхальном московском собрании. Патриарх! Проходит полтора года, он говорит, прошло полтора года, как я говорил, о полном погружении-то, о катехизации. И как будто меня не слышали 98% священников. 98%, это же много. Это же много 98-то. И они не слышали. Указ за указом. Вот сейчас катехизация. Сколько катехизации? Ну, у нас принято это две беседы. Какие беседы? Я пришел, а какая? А беседа когда будет? Вот это и была. А это беседа? Да какая же это беседа? Вот у нас беседа 450 академических часов. Три года. Из этих три года еще половина отвалится. Это естественно, понятно. Не половина, а 99%. А? 99%. Да. Андрей, а у меня вопрос можно? Так, погромче. Да я погромче. Вы же, наверное, слышали о системе оглашения в Москве от Сагеоргия община Кочеткова. Кочеткова. Ну, а Кочеткова чего говорить? Это может быть одна такая община на страну. У Кочеткова труд. И какие-то Дворкины, перед ним просто никто, башкара. Когда он нападает, у меня на сайте, там есть Кочетков. Не на сайте, а на форуме. Зайдите. Я там выставляю, что он говорит, как идет крещение. Он работает, у него община. А у Дворкина ничего нет. У него ничего нет, совершенно. Двойной гражданца там, здесь. Ну, только нападать может говорить. Я патриарху написал. Все злобу без Дворкина хватит. А вы начнете работать с каждой отдельной душой. И вы увидите, что из этого получится. Вся наш друг станет во врага. Здесь Кочетков может быть молодец, но мы столкнулись с такой вещью. А сейчас о Кочеткове. А Кочеткове, да. Его катехизис. Я говорю только о работе, не о катехизисе. Нет, я про катехизис говорю. Я говорю о том, чему они учат людей. Внутри. То есть учат чему? Бесы – это не... Состояние. Это не... Не духомое существо. Не разумные существа. Не разумные существа. Нет, не... Сейчас скажу. Ну, то есть это не персоны. Это персоны, да. Значит, у них это четко, что это персонифицированное зло. Вот Олег Толстой говорил. Это Толстой вообще. Все вот. Ну, я не об этом говорю. Все это вот в этом... Мы вот столкнулись же с этим. Они нынче приезжали ко мне. Они приезжают, да. Хорошие ребята. Работают, работают. Очень сильно работают на себя. Вот. В ведро. В ведро. То есть это... Я сравниваю с Дворкиным. Батюшка, только с Дворкиным сравниваю. Ни с чем больше. Там сравнивать даже не приходится. У Георгия Хочеткова это труд. Нет, в плане того, как они катехизируют, да. Тут и у нас нет сомнений, что они делают это профессионально, грамотно. Они умеют и они работают по-настоящему. Ну, они приехали ко мне, когда я стал говорить, как одеты. У нас так не приятно. Так мы еще одели там, ну, там брюки то, видимо, сменили. А ради того, что к вам приходим. Целая группа явились где-то. А если такие широкие врата открыты, как по нашим нормам, то у них ни одного, может быть, нету. Ни один не пройдет. Мы сразу говорим, а бритые, борные, там у нас ни один не зайдет. Он не будет даже внутри храма. Он в приходе будет стоять. У него пославление, обмерщение, экуменизм просто огромный. Но он работник. Он работает. По-настоящему работает. И с ним, ну, я давно-давно-давно не встречался. И поэтому, если спрашивать там за Дворкина, за Кощеткова, да даже сравнить не надо. Ну, я не знаю. Я бы их вообще сравнивать не стал. Дворкин это ж просто... Дворкин-то Кощеткова громит-то со всех сторон. А я взял тогда его разгромные статьи и показал. Они никакой роли не играют. Кощетков это работник. А этот он критик или как его назови. Даже не критик, а сеятель зла. Я говорю, что Кощетковцы у нас членами общины не могут быть. Судя по тому, как понимаете это. Но они работают. Разные пути, вот как из Геннадия. У Осипов встречаются такие завихрения. Даже не верится. Профессор, 74 года, сеет бритые в Галстике. И объясняет такие вещи, которые ребенку понятно. Царь Адриан, гонитель христиан. И какой-то вдове помог где-то. И видит, душа его вошла в рать. Да где-то такую веру нашел. Гонитель христиан, от которого погибает там Игнатий Богоносец и другие. И никогда он ко Христу не обращался. А просто вдове помог. И Осипов узнал, что он в раю. Вообще. Это что, его последняя книжка, да? Которая там... Да там много, я просто не один раз у Осипова встречал. Я недавно по телефону с ним разговаривал. Книги Осипова жгли два монаха в Троице Сергию и Лавре. Ну, последняя его книга, там, по-моему, как раз о жизни после смерти. Ну, что-то такое. Там о эхаристии, наверное. Я не знаю, я не видел. Я вот случайно сейчас в интернете это увидел. Натолкнулся просто. Читал там живой журнал одного человека. И натолкнулся, что два монаха в Троице Сергию и Лавре жгли книги Осипова. Не знаю, что там. Жгли книги? Ну, это, конечно, запредельно далеко от того, как я думаю. У Осипова очень много хорошего. Его выступления я на свой форум многие перенес. Но есть вещи, которые просто хотелось бы встретиться и сказать, Алексей Ильич, а откуда вы взяли-то? Если это по вере Христовой, оно просто не проходит никак. Ну, я по телефону поговорил, он не дома был, и встреча не состоялась. Но мою книгу к истинному православию ему подарили. И когда я посылал отдельный материал, он одобрил все абсолютно. Что, так это надо издавать, когда книги еще не издавала, просто отдельные листки у меня выходили. Вот я хотел спросить уже не про Осипова. Не знаю, но у вас... Он и человек, хороший. Игнать Игнать Игнатьевич, у вас, не знаю, опытом, наверное, был такой опыт тоже? Еще подальше подальше. Я, может, сам подседу? Да-да, давай. Что будет, сам подседу? Можем здесь нам даже удобнее так подседать. Да-да. Которые, светские, подростки, совершенно никакого отношения ни к церкви, ни к вере не имеющие. Вот. Ну, вот, не знаю, потерять каких-то, наверное, таких нет у детей. Ну, я-то 17 лет только сотрудничал с тюрьмой, с малолетками. Так что вы спросили по адресу. По адресу. Я знаю, как это. Я как-то не удовлетворен, но я год назад предпринял такой шаг, значит, как бы с большой перспективой надеялся, что местные шпана подростки, это 8-10 классы. Они там на турниках занимались, они меня просили стать тренером. Я с охотно согласился и весь год с ними работал. Значит, ну, на тренировке, на турниках там, прям зимой на улице. Вот. И при этом я пытаюсь один какой-то такой вопрос, почувствовать их, как бы, реакцию. Значит, я их привлек домой, к себе, показал их фильм. Даже дошло до того, что им Евангелия раздал, предложил прочитать там Евангелия, от Марка там. Поехал в купель на крещение, в прорубь, в смысле. Перед тем, как, наверное, мы прочитали отрывок Писания о крещении, как Христос крестил, да. Вот. И как-то внутренне я не был, как бы, удовлетворен, что я должен, могу еще сделать, да. Не знаю, я чувствую, что какая-то вот стена. Ну, то есть, не созревший, как бы, да. Это сколько лет? 15, наверное, 16 вот такой возраст. Ну, вот год кончился, вот, так сказать, лето, каникулы. И у меня ощущение, что, значит, как бы я поработал и, не знаю, зерна, может, и не посеял даже. Не знаю, вот отдачи какой-то не ощутил. И они, как бы, интересы у них остались прежними. То есть, они полностью на своем, так скажем, над телом работают. Вы вините только себя в этом. Я вот не найду вот самое, как, где была моя промаха, что-нибудь, что-то такое. А может, это искать не надо. Вы даже засвидетельствовать им. И больше ничего не требуется. Это люди, приготовленные для вечного огня. Вот у меня был, знаете, я никогда не водил на чару, но стал ответ, как я начальник детского лагеря. Это уже опыт. Тысячи детей за это время были. Без помощи государства, без рубля поднять. И при том, у меня результат был такой, что он трогал людей, которые за границей. Специально прилетает директор Кэстонского института из Лондона, Ксения Деннон. Приезжают профессора психологии. Живут в лагере. И наблюдают, пишут и узнают, как в течение одного месяца ребенок, которого родители купили наручники, приковывает батареи, уходя на работу. Он все вытащил из дома. И через месяц он совершенно меняется. Как вы могли что-то сделать? Я ничего не мог сделать. Я отвечаю одно, что секретов у меня никакого нет. Мы просто встаем рано в 5 утра. Дальше все вместе купаются. Начинается сочтение Слова Божия, с молитвы. Молимся. В день мы несколько раз становимся на молитву. Ну и ребенок полноценной жизнью. Раз в 6 купается в день. Собираем ягоды. Ходим по полям. Я хочу всякое растение различать. По растению, по листику найти это дерево. Узнать, для чего оно нужно. Как использовать. Ну, таким данным учу, которые не все знают даже. Я вот говорю, сколько у вас людей здесь? Столько-то. Мобильники у всех, у всех. Кто изобрел мобильник? Не могут назвать взрослого. У меня дети все знают. Мартин Купер. Хороший Мартин был человек. Да он живой, дети. Давайте помолимся за ним. Какой он молодец. Какой прибор изобрел. Чтобы ребенке должна нарастающая понимать волна благодарности. Что он еще не родился в мир. А Бог уже изобрел через людей, через людей, лампочку, материю. Как собирать хлеб. Это Бог приготовил мне место, рожденному в этот мир. Мир суровый. Мир трудный. Спрашиваю интернет у себя. Почти все дети были. А кто изобрел интернет? Взрослый не один. Ни один не называют. У меня дети знают. Тим Бернасли. Тим, это Тимофей. А за Тимофея дети. Хорошо помолиться. Он еще живой. Все сделали с миллиардерами. А он нет. Он все делает для Бога. Он такой простой. Я им рассказываю биографию. Ребенка не только нужно заинтересовать. Но сделать соучастником. Он соучастник в телефоне. Он соучастник в этом. И в нем уже появляется так. Этот человек сделал хорошо. А я о нем не знаю. Вот это плохо. И теперь, чтобы того было хорошо. Давайте я призываю их на молитву. Конкретно. Я спрошу отцы. Вы призывали когда-нибудь молиться за Мартина Купера? Нет. Они у меня знают, кто такой президент. Давайте за Путина помолимся. Ему так трудно. Понимаете? Сколько разных нападок везде. Он сам будет, может, еще не знать. Это маленький человек с испорченной совестью. Служитель КГБ. Но Бог сделает из него такого человека, который привезет пользу России и прочее. Может. Дети молятся. Как он молится, ребенок? Ну, он участвует в этой молитве. Я его спрашиваю. Каждому ребенку, говорит, ключи где-то. А один ключ через Слово Божие. А он не принимает. Он меня нынче привезет такого. И с этого года, то есть со следующего года, я не принимаю определенных детей. Категорически. Которые играли в компьютерные игры. Все. С будущего года у меня ни одного ребенка такого не будет. Это абсолютно потерянные. Это бесноватые дети. Никакому исправлению не поддаются. Они будут только сожжены. Он живет рамкой монитора. Вот это вот. Там стреляет, бьет, он может. Но его недосягаемые. Ему 12 лет. Это пацан. Настоящий уже большой. А девчонке всего 6, кажется, или 8 лет. И она стоит у меня в такие тарзанки, на канатах качается. А чтобы сесть, она такая палка в руку толщиной, примерно вот так вот. И она его так вот маленькая. А он стоит. Ты брось мне палку-то. У него все в пределах рамки. И вдруг из этой рамки палка вылетает, бьет его по лбу. Он упал, он не может понять, как она из рамки вылетела, эта палка-то. Она не должна из рамки вылетать. Там он стреляет, это ранит других. Но он недосягаемый. И он сидит, ревет и никак не может понять, как первый раз из этого телевизора, ему мир через телевизор видится. Вылетела палка и шабархом. Вот здесь вот, это такой финдал, на все лето было. На другое качель он снова забыл и точно так же повторилось. Она его бьет в лоб. Не тот, что в Барнауле это брали. Не тот? Да, в Барнауле брал ребенка. И он опять, он никак не может понять, у вас телевизор совсем не такой. За эту рамку вылетают вещи. У него никогда не вылетали дома. От какой конструкции этот телевизор? Вы даже не понимаете степень отчужденности от этого мира. Это запредельно далекое объяснение. Оно даже в рамке понятия нормального человека не выходит. У него, я разговариваю с ним, первый день, он вот так вот. Я с тобой разговариваю, он не может понять, как я разговариваю с ним, рядом. Я его задеваю, он не может понять. Я должен быть в рамке монитора. А я рядом, я его беру, я его наказываю, он еще не может понять. В 12 лет они его дали мне в лагерь. Они не знают, что с ним делать. И вот тогда уже, когда он начал понимать это, и мать звонит, и говорит, мама, я научился первое есть. Он первое никогда не ел и не знал. Первое там везде кашу, сосиски, он только и ест. А тут первое, там не едят телевизоры. Это абсолютно замороженный в телевизор посаженный ребенок. Я нынче просто слово себе сказал, детей не брать. А они абсолютно не поддаются исправлению. Он уехал, и его сразу погасили в больницу. А так нормально, рассуждает. Когда просто так с ним он начал уже говорить, один раз воротится, я его наказал, и теперь стал слушать. У меня крапивы там много есть, я ее приучаю к порядку. В каком возрасте заканчиваете наказывать крапивой? Наказывать? А нет, возрастных групп нету. Пока он у меня, он приедет, не будет наблюдать, соблюдать устав, его сразу отберут. А я его не приму в лагерь, если он не согласится принимать наказание. Подписку не раз. Родители нет, я их отберу крапивой. Нам такого сдавали в этом году тоже. С компьютером зараженным. По-моему, у меня. Тяжело. Пальцы грызть нельзя, это вредно. Это склонность к убийству, запомните. Это не просто так. Склонность к убийству, к аборту, там вот это все связано с кровью. Никогда даже палец не берет. У меня опыт есть. Я говорю, не берите, наличь чем-то другим избавиться от этого. Нет, ногти я не грызу. Нам в этом году мальчика такого привозили. Действительно, он психика нарушенная. Психика нарушенная. Заметьте, нет этих слов в Библии. Я еще раз говорю. Вот у нас начинается богослуживание. Половина храма пустая, двери открыты. Тут залетают ласточки в одно окно у нас. На двух иконах гнезда ластащит, например, на алтаре. Бац, ребенок побледнел, упал. Ну, он может придуряться. Но он бледный, как вот эта тарелка. Его за руки, за ноги вытащили, на улицу положили. Заходят. Вслед за Наня, сапфира упала. Сапфиру только вытащили. А этот сидит, а Наня уже сидит, глазами хлопает, нормальная. Зашли, третий упал. Его опять вытаскивают. На скамейку вытащили. Он сидит, нормально. Они не выдерживают Ладана, как грязные свиньи. Когда в лагерь пришли, стало избраться все компьютерные дети. Но не до такой степени, как вот этот последний. Последний, это он уже перешел этот грань. И он уже вошел в этот монитор. Вот матрица. К нему как раз Кураев может теперь говорить слово. А он как раз достигнет. Это человек из матрицы. Из этого киселя он вылез. А он у меня. А они звонят, родители рады, что отец бросил их, когда узнал, что ребенок укусил клещево или что-то. Явно, что тут уже не о психихире речь идет. А замкнутое пространство. Он находится в потере из этого мира. Говорят, а вы как над ним работаете? Ну вот сколько поработали, отпустили его. И у меня самое высшее наказание в лагере, если я отказываю, приехал следующий год. Он получил этот меут. Почему? Из него это все прошло бы. Это уже у него исправления пошли. Он матерился. Я вам наказываю раз, он матерится. В следующий день опять слышали о материке. Он сознается, да, так. Проходит день, он опять. Он не он матерится. Это сатана. В нем демоны. Демоны именно эти личности духовные, которые поселились там. Зачем ты, если с тобой говорю? Он ответить не может. И поэтому, а лагерь православный, других детей заражает. Предупреждение неоднократное. Я вынес приговор. Больше он в лагере у нас никогда не будет. Так вы что, берете хороших? В лагерь православный, повторяю. И заражать его, чем попало, нельзя. Тем более сегодня вот такое внимание к лагерям, ко всему власти. Где-то там наказание. В прошлом году у меня столько было комиссии опять, что, я говорю, у меня физическое наказание. Первый раз приехали с ПСБ. Никогда этого не было. Приехали прокуратуру, обследовали. Ничего нет, Игорь Тихонович, у вас же ничего нет. Он говорит, зачем вы это говорите? Ну, уберите из устава. Я говорю, не будет этого, лагеря не будет. Ну, проверили третий раз, МВД, там все крайне, нет ничего, нигде, ничего нету. Я наказываю физически. Ну, давайте по порядку. Как вы наказываете? Я говорю, садимся за стол. Дети, покажите платочки. Я вам память пришиваю. Платочка нет. Они уже знают, первый день не наказывают. Завтра нахожу. Ну, вон там тополь 300 метров. Бежать туда и сорвать листочек. Рад за его пользование. За ужин туда. Я вам уже еще один день память пришил. Он забывает вещи за станом. Сели за стол, теперь дежурные. Ну-ка, бегите, собрали вещи. Он не может отказать. А дети знают, с чьей это курткой. А это Тимошкина, а это Ерошкин. Они сразу так власти за стола. Он еще есть. Вот теперь обязаны вокруг лагеря три раза отбежать. За рука по лягам махать вокруг головы и кричать. Я забываю вещи за станом. А пока бегал, что еле в рот не попадет. Ты теперь садись за стол. А уже третья едет. Все, на этом конец. Больше никогда вещи не забывает. А родители, ничего не можем. Еще выйдет, говорит, на улицу забыл, так ушел. Я в течение одной недели, они все это уже знают. Они поняли, шутки кончились. Я уже, ну, просто 40 лет начальник лагеря. Я знаю, без физического наказания лагеря не будет. Это очень хорошо исследовал игумен Кирилл Сахаров. Он все записан на этапон и все это описал на Алтайской земле. Ты в ребенке должен увидеть будущего человека, какой он будет. Понимаете? Это не означает, что я только строжу, все огоню. Я сказал, дети, кружки взяли, пойдем, валины сейчас наберем. Вернемся, с молоком будем. Батюшка, закончу сейчас. Я поехал. Поехал? Да, мне уже надо ехать. Поэтому всем благо, ангелохранитель. Спасибо, Господи. Заезжайте, когда мимо будете. Дети приходят и жалуются. А Кирилл говорит, не рвет ягоды, а ест. Я потихоньку, а он отдельно отделился, и там другие ряды, за лесопосадочкой опять малина. Я говорю, вы только невест. Я подкрался и смотрю на него. Он ягодку берет в рот. Святый, Боже. Ягодку. Святый, крепкий. Следующий ягодку. Святый, бессмертный, помилуй нас. Я дети назад, все попятились. Он молится. Его трогать нельзя. У него идет молитва. А что не наберет, так мы наберем больше кружки. Это восполнится. Понимаешь? В каждом месте я должен увидеть. Послал работать, траву рвать. Подошли, говорит, а у этого. У Гавриила, говорит, травы совсем нисколько не нарвали. А почему? Он сидит, говорит, ну так согнулся и все. Дети, отойдите все. Я потихоньку подошел. А он букашку рассматривает. Он что-то в ней нашел, что другие не трожьте. Это будущий ботаник какой-то может быть. У ребенка заинтересованность этим. Попятился от него потихоньку и его не трогайте. Не задевайте. Он рвет другую траву. Ты подойди к ребенку с его позиции. Вот они идут, дети. Идут, у меня они за руки держатся. Сзади еще далеко, чтобы другую не плыли. Они пинаются, как кони. И увидели стрекоза. Стрекоза у нас бывает синяя, бывает желтая. Черных нет. И вдруг черная стрекоза. А стрекоза вот такой длины. Один увидел, стрекоза черная. А другой увидел из строя раз и ее взял. Когда этот взял, тот понял, промахнулся. Ему надо было взять. И он говорит, так я увидел, говорит. Он говорит, а я взял. Ты же не взял, прошел мимо. И теперь спор. Теперь я возвращаюсь лагерем туда. Они пришли ко мне за разрешением. Я должен на полном серьезе быть следователем. Так, как шли. Как голову повернул. Где-то она лежала, стрекоза. Все узнали. Так, хозяин тот, кто поднял. Но тот, кто увидел первое, то он с глазами увидел. Ему, когда он думает теперь смотреть на его глаза, ты ему открывай и показывай в коробочке. Ему это на всю жизнь запоминается. Он человек. И ребенок имеет право иметь все, что желает. Что не противится нашему уставу и здравому смыслу. Дети такие предложения иногда сделают. Прямо задумаешься. Как же я-то это просмотрел. Я другой раз. Мы вот пришли купаться. А у нас так. Пошли, три поклона. Старший в лагере остается. Благословите. Бог благословит. И когда пришли, раздевается. Там снова у того старшего благословение. Благословение. Ну я пришел и сижу. Они один за другим разделись. А которые там лет до восьми. Они ноги шо. Вообще мокрое-то надевать. Они подбегают. Благословите. Так благословили. Нет, еще здесь надо. Вот я и забыл. Такого благословить. Они напоминают. А я думаю, там благословились. Их ты, думаю, вот тебе на. А это в нем все. И когда он домой приезжает, как к нему относятся? Он приезжает, а у меня все, что были с поисками. Ну приехали. А что это у тебя за тряпка такая? Мам, это не тряпка, это поисок. Ну-ка сейчас же сними. Грязь какую-то привез. Она вот чик, долой. А у другого приехал с Новосибирск. А она мыться. Мам, нельзя сказали снимать. Дядя Игнатий сказал, не надо снимать. Сынок, ты не снимай. Ну он грязный. Ты вот я развяжу, за один конец держи, а другой постирай. А потом за этот кончик подержишь. Она опять постирала. Теперь давай завяжем. Вот урок. Она подержала, другая отрезала, отрезала, отрезала и вот. У него больше никогда нет. А этот приезжает ребенок. У меня однажды было такое, что я накажу, у меня наказание. Но однажды сделано такое было, что я не мог придумать наказание. А наказание должно быть адекватное. Хлеб нашли в туалете. Ну, за короткий промежуток, за час я уже выявил, кто нашел. Дочь священника. Бросила. Зачем ты это сделала? А она, братика, который был наказан остаться без еды, она решила подкормить. И когда со стола-то утащила, испугалась и бросила, не знала, куда бросить. Во-первых, она показала жалость. Я должен ее наградить. А тут наказать. И я раздвоился, и так она уехала не наказанно. Она в следующий год приехала, истомилась, говорит, всю зиму думала, что я уехал, но мне наказали. Ну, накажите меня, чтобы я больше об этом не думала. Понимаете, в ребенке это должно быть в монтире чувства справедливости, законоположения, законопослушания. Вот что-то говорят дети, я не могу. Почему? В написанном уставе. Вот дети, у нас написано, чужие велосипеды не имеют права брать. А деревенские подходят, им дают. Я посмотрел нарушение. Они обошли это нарушение. Написано, не давать никому и не брать. А про деревенских не написано. Они стали пользоваться деревенским велосипедом. Я почему не дал? Потому что они объезжают далеко и из глаз стеряются. Тогда я привожу сам, покупая два велосипеда новых. Кататься можете, один на вышке наблюдать, чтобы поле зрения. Мне отдали родители ребенка, и они должны получить его лучше, а не потерять. А это пустынное место. И один внизу, а внизу которому команда. То есть, кто скрывается, он скрылся за поворотом. Срочно туда бежать. Значит, скрылся, скрылся. Тебе ограничено было, палка поставлена. Вот все, с велосипеда домой больше не будешь кататься. Он должен знать неотвратимость наказания. И я с ними возился сутками там. Но дети-то это все понимают. И когда сейчас в городе встречаются уже свои семьи, сколько у них благодарности. То же самое и в тюрьме. Вот ваши дети где? Вы не скорбите, это те дети, на которых, быть может, как в мире говорят, поставлен крест. Вы давайте им чистое словесное молоко. Говорите, приводите примеры. Примеры должны быть очень такие яркие, сочные буквально. Ну, вам, может, не удастся, но я с ними, когда работал, я приводил примеры из своей жизни в вузах. Как было. И на ребятишек это очень сильно действует. Я показываю, как при мне убивали, как они люди там сами вскрывали. А я вышел. Вышел, почему? С верой в Бога. А они уже там, как понимают, добавляют. Так что тут не скорбите, даже нисколько. Вы сделали, что могли. Главное, вы всегда, в любом деле, подчеркиваете Слово Божие. Допустим, занимайтесь спортом. И скажите, телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно. Имея обетование будущих благ, а не только настоящих. Чтобы ребенок почувствовал, какой бы сильно ни был, я умру корм червям. В него это вмонтировать надо. Это временная жизнь, она слишком коротка. И что бы тебя ни было, обидели где, ты покажи на высшее. Вот у меня в лагере устав, что играет с девочкой, пальцем не имеет права прикоснуться к ней. Целомудрие и стыдливость сохранить в ней. Но ей сразу включить. Ты вторичная, мальчик первичная. За обед везде он первый, ко кресту первый. Вот это защитник, это кормилиц, это священник. Это все в нем. Это надо заложить в ребенке сейчас, пока не поздно. А бывает, что ничего нет. Я просто отказываю, бывает полсрока он пробыл, и мы его отправляем домой. Он томится, ему не надо. Он кого-то пытается телефон попросить, а у нас запрещено брать телефон. Я вижу, абсолютно никак. Я сообщаю бабушке, она это последняя надежда была на вас. Я говорю, никак, невозможно, он просто развращает других. Нельзя. Ну а дальше они уже, я наблюдаю, в Барнауле встречаю их, он пошел совершенно никуда. Которые были склонны к этому, оба уже сидят в тюрьме, уже попались. А бывает, мальчик просто хороший, и два брата их. Я этого брата наказываю, я пол лета пробыл, я только узнал, что старшие младшие это братья. А я-то их воспринимал в щенке, это раз, а они там два брата. И они такие, ребятишки были хорошие, кажется, его поставили священниками. Прошло какое время, мне сообщили, Гриша, я говорю, уже священником стал. С детьми работать надо самому быть ребенком. Не бояться пробежать, не бояться засмеяться. Я вожу их на две голубятни, тогда у меня было три голубятни. Как правильно держать голубенка, как они смотрят на маленького голенького, как эти яички держат, и все это заснято, это надо увидеть. У ребенка столько радости. Один хулиганистый, деревенский. У меня внутреннее чувство неудовольствия. Но вот момент поднимать детей, он знает, я его отвергаю. И вдруг я подхожу, ему говорю, пошли на голубятню. Вы посмотрели, как заиграл он весь. Ему доверено, я вот первого завожу, даю ему в руки, другому даже не досталось. Он буквально преображается. Ему доверили, он. Куда попал, на сокровенное место, на голубятню. Там раз, в лето бывают люди, и он там был, теперь он другим рассказывает. Ну, надо просто на небольшом таком, ну, показать, что ты не его не любишь, а грех, живущий в нем. Он несовместим с христианином. Вот так. У тебя вопросы есть какие-нибудь? Нет. Плеча у меня двое ребятишек было из Кузидеева. Обратился один. Вот обратился, как интересно. Я раньше распространял пленки. Пленки распространял. Ну, пленки, это катушки. А катушка там не златоуст, никто, а беседы с кем-то я веду. И катушки эти раскатились везде. И он слушает раз, другое. Они уже затерты, там плохо слышно. Они все собираются и слушают. И все спрашивают, ну, кто это говорит-то? Вот бы поговорить-то с ним. Он не знает, что это я. И вдруг попадает книга. И в книге он находит созвучные мысли. Что я говорил? Он говорит, а вот этот укладкин Игнатий, который на пленке, это не один и тот же человек? А ему говорят, в книге-то адресе. Ну, он мне звонит. И как голос мой услышал, он сразу понял на пленке, которую он 15 лет там уже слушает. Это один и тот же человек. А можно к вам приехать? А зачем? Как? Его я вот сразу осадил. Вот Михаил Кальмаев был. А зачем? Ну, как? Ну, я вот столько лет, я так жаждал, я хотел. Да я не один, тут сестра одна хотела. И совсем не зачем. А зачем? Вы считаете книги и все. Я говорю, какой ответ будет? У них ответ был правильный. Они смиренно переждали день и снова позвонили. И я им разрешил. Они приехали. Летом приняли крещение в полное погружение. Нынче они приезжают уже с ребятишками. И это люди найдены через пленки. Как скажем. То есть сказать, они пропащие где-то. Я встречал при этом в разных концах страны люди, которые через книги. И где? Один даже в Португалии. Вообще далеко. Я, говорит, ушел уже к баптистам. Один говорит. Ну, попала ваша книга. И говорит, я сразу вернулся в тот же день. Это Бог делает. И вот поэтому мы сеем с надеждой на будущее. А что кто-то не обращается, значит, не призван. Таких людей было много возле Христа. Никогда не отдавайтесь в печаль. Главное, что вы были верны. Вы ничего плохого не посеяли. Душа не отозвалась. Вы оправданы перед Богом. А будут они, говорит, слушатели, не будут, а ты говори. Вы знаете, кстати, у отца Георгия, мы вспоминали сегодня. Ну, по крайней мере, его сотрудники, они говорят так. Они, когда свою систему оглашения так, ну, как бы, не рекламируют, они говорят, если мы некачественно, как бы, так их покажем православие, то, как один раз дважды в сухим не выходят из воды. То есть, они, значит, один раз коснутся, то второй раз не скажут, мы уже это знаем, и через всё понятное, я на себя пытался приложить. То есть, как бы, вот уже они соприкоснулись со мной. То есть, как бы, у них это, да. То есть, у меня внутреннее, вот сейчас раздвоение, их искать сейчас мне, вот сейчас каникулы опять мы, значит, завершаться, да. То есть, они нашли себе тоже некую такую альтернативу. Ну, самостоятельно. Теперь, как тренера, я их уже не смогу, наверное, вести, потому что они каждый день работали, они уже превзошли меня. То есть, в плане тренера я, наверное, уже так, а вот в плане... Вот некоторые тренеры, батюшка Рокер там показывает, как он садится, видели, мощный такой, я-то не верю. Я тоже не могу понять, что это. Я даже не пытаюсь понять, я знаю, что это не евангельское. Не был Рокером, не был тренером, апостол Павел, не один из апостолов. И святые отцы такими не были. Это дружба с миром, в общем, вражда против Бога. Ты его включаешь, а теперь они вместе своим воспитателем поднимать себя в горы начали, ну и все описывают. Хотя вот взял замечание. Нож никогда не резать. Вы уйдете, а клеенка будет прорезанная. Видите, я щепетильный. Какое-то. Вверху он нанесу только резать. Вот слово сказать, у нас одна семья отравилась этими арбузами. И у нас закон, вот мы едем, мы никогда в рот не берем, только со своего огорода. Нет, а я никогда не беру. Берет Денис, и он берет в какого-то одного лужбека. Ну, мы не препятствуем, так а есть уже не будем. Потому что у нас в дороге болеть, и нам дезинтерия не нужна. Мы все здоровые. У нас нормально работает кишечник. Мы все здоровые, просто здоровые. А в дороге заболеть, это непросто. Ну, в общем, если я опять к мальчику вернулся. Не знаю. Еще раз попробовать. Вы хотите найти своих воспитанников, попытаться как-то поберечь? Ну, свои-то есть, из, как бы сказать, с которого я попадал. Вот, совершенно из этого мира. Они, в общем-то, не чуждаются. Они могут пойти со мной, допустим, тоже фильм посмотреть. Ну, вы заинтересовали их не тем. Поэтому они с вами общаются, вот, не на уровне том, что они услышали о Христе, полюбили. Не на том уровне. У меня с вами общаются, ну, вот представьте, пацанят-то, воришки. Они воруют. Воруют, везде воруют. Я их ловлю, но в милицию ни одного не отправят. Они грабят вагоны. Везут арбузы. Сколько лет они? Ну, возле моего напротив поехали. Нет, а какой возраст? Ну, там возраст бывает и 12, 14 и 16. То есть, серьезно. В другой раз они там, они нас с ковров наскидывали столько, ящики с маслом, шоколадные где-то. А у меня две овчарки. Я их заставляю все обратно туда закинуть. А милиция делает все известно. Милиция прямо на утро уже приходит. Кто это делал? Мы узнали, что мы заставили туда это все скидать. Я говорю, они дали мне слово, что больше никогда не появятся. И я никому не знаю. А они и это узнают. Так они что? Наворовали винограда в ящике. Пришли. А у нас общий коридор один. Они в ящик вот так вот. Ящик на ящик. Я вышел вот так вот. Они стучатся в дверь. Рано утром. Дедушка, вот в прошлый раз вы нам читали про Бога. Вот мы вам подарок принесли. Так, посчитайте еще. Они пришли. Я говорю, в первую очередь давайте все унесите. Поезд еще не ушел. Унесите виноград. А потом приходите поговорим. А они не знают, как ублажить. Им это понравилось. Конечно, я им рассказывал прямо по Евангелию. И когда меня спрашивают, вот как своими словами говорить. Или Евангелие читать. Я сторонник только читать. А потом разъяснять. У них должно отложиться непонятное для нас, человеком, сила Слова Божия. Когда Бог трижды отвечает. Написано, Сатана в ужасе отступает. Почему? Не могу ответить. Я представляю, как бы мощный лазерный луч бьет его и пожигает. И Сатана отступает. Но это образно. Три раза и результат один. Сатана больше не подходит по этому вопросу. Когда дважды нападал на Евангелие, Ивангелие говорит так. И когда Евангелие сидел и скабрил тело свое черепком, а сердце там внутри, а ребра-то как стропило, кожу соскреб, и засияло сердце любви к Богу его. Через ребра, сердце видно. И Сатана закрыл голову, лицо, говорит, бежал и больше ни разу не появился. Вот только Златоус мог так сказать. Представь себе, как через стропило засияло солнце любви к Богу его, и Сатана закрыл лицо, бежал. Есть вопрос. Для меня это было достаточно, чтобы навсегда понять, что в слое Божьем сокрыто что-то, что нам смертным непостижимо. Но я должен в них быть войти в это. И поэтому, когда говорят новые переводы Библии, современный перевод лучше, там Аверинцева приводит, я уважаю Аверинцева все, но Синодальный перевод, это один из самых лучших переводов в мире. Это я беседовал с Александром Менем. Он работал с оригиналом, как еврей, на еврейском языке. А я его спрашиваю, вы, отец Александр, могли бы перевести так Хвольцем, Данила Аврамович, он больше сейчас или Саваитов, или вот как Глухарев переводил, ну или вот Герасим Петрович Павский, он его в Салтын перевел, Евангелие от Матфея. Отец Александр, да ну, зачем это сравнивать? Да нет, конечно. Он такой, он будет еврей, с высочайшим образованием, циклопедическим. А он отвечал, он по-моему отвечал, не задумывалась. Вы так говорили, а я-то сидела, смотрела. Она-то сидела рядом была. Не задумывалась. И он все рисовал треугольники. Я вот как-то выбросила какого-то психолога. Василий. У него там, у меня 20-й том, на моей беседе с ним. Вот уже здесь выбросили. Я не в книгу поехала. Я была бы исчеркала, я незаметно взяла, там ее лишнего подсунула. Вот. И если уже, когда до дела-то доходит, на современный перевод говорят, я понимаю этих людей, они ничего не знают наизусть. Поэтому легко ему, как кажется, считать так или так. Для меня это просто неперевариваемо. Потому что я цитирую наизусть главы, стихи. И все Библии, вот я в церкви стою в другой раз, и там читают по Риме, это Ветхозаветие. Если плохо слышу, три слова рядом есть, я могу назвать книга, глава и стих. Откуда это взято? Ну это просто невозможно просто так человеческим умом. Это у меня на каком-то другом уровне работает там перфокарта. И когда говорят, что Библия синодальная, и она, ну там, не так переведена, я думаю, ты читал, и вообще-то ее. Синодальную Библию переводили четыре духовных академии. Два перевозчика уже канонизировали, Филарет и Макарий Алтайский. Ну это уже как бы слово сказали. Это лучшие переводчики. Возьми, Герасим Петрович Павлик, кто не спорит, что хороший перевод, имеет большие проблемы и недостатки. Писать учебники для еврейских школ. Это подумать надо, какое было у него знание языка. Писать учебники это высшая филология языка. И вдруг, вы что найдете? Я считал все это. И Касьяна, и Писка, по-друге переводам, современные, которые, все вульгализированные. Вот я не соглашусь. Неправильно. Неправильное отношение. У меня неправильно? Да. Ну, неправильно, докажите, все. Каждый перевод имеет свою ценность. Ну да. Каждый перевод где-то что-то лучше перевел, что-то более качественно сделал. Самые хорошие переводы имеют недостатки. И более того, неправильные переводы. А я сграю... И могу сказать, например, фразы, где неправильно, например, переведено. Давай. Вот это для меня очень важно. Вот это даже вот из Нового Завета. Для меня очень важно. Когда говорят конкретно, вот это я люблю говорить. Хорошо. Апостол Павел Тимофей пишет, чтобы он не пренебрегал даром, полученным через возложение рук священцев. Да. В греческом слове пресвитериум. Значит что? Через возложение рук старцев. пресвитеров. А тогда имело значение пресвитер и епископ, одно и то же значение. Элдон, ничего нет. Неправильно. Почему это вы решили, что неправильно? Скажите, что это... Ну хорошо, нет. Так давайте переводить так, как было написано. А зачем? А это уже трактование. Да это не трактовка. Так же понимаете, за кого усталкует? Нет, понятно, что всякий переводчик, он толкователь. Он не переводчик, но это его родной язык. Его переводить не надо. Зачем его переводить? Так когда он грех. Вы же говорите на грешском языке. Я хорошо, я скажу тогда, с чем это было связано. Я хорошо, я скажу тогда, с чем это было связано. Я у Лютера прочитал, что в Новом Завете нет ни одного, нигде апостолы, епископы, пресвитеры, диаконы, никто из них не называется священниками, священниками, и иеревсами, и иерейми, ну так, по-русски. Нигде. Так и что? Я нахожу в Священном Писании, ага, вот апостол Павел, чтобы Тимофей не пренебрегал, даром священства. Беру греческий перевод, там пресвитериум написано. Вы какой перевод берете? Греческий перевод, вы сказали. Греческий перевод? Древнегреческий перевод, ой, древнегреческий текст. У нас перевод с какого текста? Нет, не перевод, текст. Древнегреческий текст. Беру сам. У нас с сентябряского манскрипта перевод. Нет, я греческий плохо знаю, но я в каком-то смысле могу прочитать. Хорошо. А эти пресвитеры, это не старцы, это то же самое? Старцы. Неужели это не руководительства? Но не сказано, что Иерейми назван только ветхозаветное священство, либо Христос, Первосвященник. Хорошо. А как же это Павел говорит? Пресвитеры не называются иереями. С переменой священца должно быть перемене закона. С переменой старцев, что ли? Да тут сам смысл показывает. А тут идет речь о другом. На священцу слово стоит. Нет, я говорю о том, что это заметил Лютер, и я это проверил. Он прав. Ни пресвитеры, ни дьяконы, ни епископы, ни апостолы не называются священниками. Ну пусть не называются. А что из этого? Что их нету? Нет, я говорю, что... То есть я тогда сравниваю, например, я нахожу, что есть в синодальном переводе Нового Завета. Оказывается, там неправильный перевод. А как же в экзамплах оригена? Там как? Я их не видел, они не сохранились практически. Во-первых, экзампла они не сохранились, то есть там только какие-то отрывочки. Хотя отрывки сохранились. Ну и что? Ничего. Ну вот. Нет, я просто вот, я вот, например, такой момент заметил, вот я его проверил, оказался в синодальном переводе неправильно переведено. Вы греческий язык хорошо знаете? Плохо. Плохо. Не-не-не, я его вообще не знаю, но я... Тогда вообще вопрос нападает. Нет, но я могу взять греческий перевод и прочитать. Так-то так. Греческий текст и прочитать. Я говорю, так-то так. То есть я, по крайней мере, такие слова, как... Ну, какие-то слова, то есть все равно могу почитать? Когда нам сегодня говорят, у меня в 10 томе это описано, какие знания были у переводчиков Казанской духовной академии, когда всех перечисляют где-то, я прихожу, ну, через отца Александра Мения, он даже ни в какое сравнение его знания, он сам говорит. Нет, я их не дискредитирую, я просто говорю, что переводчики все равно имеют, все переводы имеют какие-то недостатки. Отец, я хочу сказать, переводчики, но когда переводят, нигде не переводился так тщательно Новый Завет, как у русских, сама Библия, переводят 4 духовные академии. Теперь один из 3 присутственных дней в течение месяца в Синоде принадлежит только рассмотрению текста Писания. Филарет рассматривает это отдельно еще сам, и тогда только накладывает... Это тоже большая проблема и ошибка. Все. Ошибка, ну, вы знаете, что синодальный перевод, например, не стыкуется со славянским переводом. Да. Почему? Почему? Вы не знаете? Знаю. Ну, так вот. Прекрасно, да. Это не... Соответственно, синодальный перевод, это, попросту говоря, не научный подход. Не научный. Объясняю. Да. Где захотели, перевели сектуагин. То есть, где захотели, перевели с мосаревской церкви. Это правильно. Понимаете, какое дело? Вы английский владеете? Нет. Нет. Так вот, у них слово есть course. Одно. Сорок одно значение. И при том абсолютно разное. Это не сданный экзамен студента. Все, я научился. А дальше, не сданный, хвосты называется. Другое. Малая звездочка у младшего лейтенанта морского флота. Дальше. Последний месяц беременности. Вообще, такое, оно какое слово там поставит в данном случае значение, я могу только по смыслу. Оно совершенно отдельное. Таковая малая звездочка, одно и то же значение. Вот я сказал пары. Какие пары? Все правильно. Я поэтому говорю, что каждый переводчик, вот они, толковниками, почему все есть толковники? Они толкователями, например. А они видите, как переводили. Всякий переводчик, он толкователь. Он уже толкователь. Он не просто вот буквально. Он толкователь. Он подбирает смысл. Я вас не убедил. Но здесь неправильность в том, что где захотели, вас советские переводы. Так, отец, мы на то, что-то в чем-то. Я хочу сказать, я вас не убедил, но только одно скажу, что я еще ни разу не встречал человека, который знает большую часть Библии на Иисусе, он бы ратовал за другой перевод, кроме синодального. Нет. Это у вас слишком много там заложено. Это тот же самый момент, когда вот почему мы не хотим на русском языке. Я всегда, я одно время ратовал, что надо богослужение на русском языке совершать. И у меня, кстати, священник вот помогает мне. Он на русском языке читает там молитвы, там все по-русски читает. А вот у меня внутренний вот не могу. Не принимаю душа. Потому что я привык. Вот и к синодальному переводу мы привыкли к нему. Это другой момент. И там уже и знакомые нам тексты, которые, тем более, если мы их знаем наизусть, и вдруг в другом переводе они нас отталкивают. Хорошо, сейчас я скажу, смотрите. Перевод 1876 года. Им пользуется Синод. Год второй до революции. Дальше после революции патриархия издает. Только это синодальный. Зарубежные издают. Только его. Старобрядцы пытаются издать. Только его. Баптисты издают. Только его. Адвентисты. Только его. Зачем мне идти против общего потока, когда все эти люди, знающие Писание? Это не потому, что... Например, Саша, зачем мы им слушать по-русски, если все церкви во всех... Они имеют новое толкование и не принимают никто. Зачем я... Когда внутренне мой дух протестует, это... Я не могу победить. Я по порядку уже беру, которые люди не нашего... Это субъективный подход. Ну, как угодно можно сказать. Мне он ближе, мне он нравится. Я к нему привык, я его знаю наизусть, и я уже другой не могу принять. Понимаете, я когда начинаю насчитывать Иоанна Златоуста, а он грек, ему перевод не нужен был, это его родной язык. И он толпует... Когда перевод шел, то сравнивали не только знания, старцы ли что-то осмотрели, как это слово истолковали святые отцы. Вот проблема синодального перевода как раз в том и заключается, что отцы, ну, восточные отцы, там, тот же Иоанн Златоуст, они знали все, кто гибнет. Да. Они не знали еврейского языка. Они не знали еврейской Библии. А синодальный перевод пошел текст и погнал там с мастерецкой Библии. Когда Златоуст... И мы читаем, и Златоуст где-то что-то ищем, что касается Ветхого Завета, а там что-то не вяжется. Вот и все получается. Когда Златоуст выходил на кафедру, у него было четыре свитка. Четыре свитка. Феодатион, а это вообще не христианин. Перевод Феодатиона. Акил, оказывается, тоже не христианин. Все, кто агенты, спрашиваются, зачем. Но разница есть. Когда он начинает толковать, то разночтение есть. Но Златоуст берет все одинаково и начинает это совокуплять. Вот это настоящий подход. То есть такая шарота... То есть такая шарота... У него научный подход. Септуагин-то не научный подход. Не научный. Неправильный. Тогда надо... Понимаете, или септуагин-то, или еврей-то. Одно что-то переведите. А тут смешали все. Внутренний Дух мой приемлет это как спасительный, в котором миллионы людей... Нет, никакого у меня критики. Я не говорю, что это плохой период. Надо о другом поговорить. Я за то, что Библия, которая сейчас издается, вот эта вот синодальность, неон-баптистка, тоже... Вот первые слова, и написано синодального. Видели? Баптистское издание. 66 книг. И написано, перепечатано синодального издания. И чего бы ради я ломал это все? И ради чего? Вот отец Геннадий Фас очень хорошо сказал. Я, говорит, думал когда-то, что много переводов, это хорошо. И наконец я понял, это очень плохо. Это очень плохо. Отец Геннадий Фас, его мнение такое. Не просто его мнение, а он это обосновал. Он это обосновал. Это плохо. У человека такой разброд идет. Один принятый, утвержденный синодом. Мы тогда выходим из синод, причем патриархом. Патриарх не при чем. Зарубежная церковь, она не при чем. И все баптисты, адвентисты, 50-ники, все это издают. Они не при чем. А я нашел одно слово перевод, да спрашивается, что другое значение. Разве там говорится, что Бог есть?